Что такое стоять возле свалки, торговцы Наурицкого готовы рассказывать в красках. Это когда пакеты, бутылки, бумажная упаковка шуршат под ногами, создавая уже привычный фоновый шум. Люди говорят, этим мешкам с мусором уже неделя, и с каждым днем их количество только увеличивается. Такому соседству, конечно, не рады. Нет, конечно, нет, еще вот я сижу, нет, конечно, ну это что, это вообще я не знаю, почему не вывозят. Пока раньше вывозили туда к столбику, а сейчас вообще вот все лежит ужасно. А сколько дней эти мешки уже жалуют? Да сколько, да вот я уже неделю езжу, наверное, и лежат неделю. Но как бы торговцы не жаловались, прохожие сетуют, сами виноваты, не было бы рынка, не было бы и мусора. И грешат в этом на городскую администрацию, которая все никак не может ликвидировать этот стихийный рынок. На этом пятаке в прошлом году даже поставили вазоны, но цветов в них до сих пор нет. Но зато здешние продавцы, кажется, малым архитектурным формам рады и практически сразу приспособили их под прилавки. Конечно, они где стоят, там же и мусорят, где какие отходы, все бросают. Вечером, когда уже уезжают, действительно тут остается последний мусор. Все зависит от городских властей. Беспокоит и жителей то, что заваленный мусором рынок возле табачки хорошо виднеется уже со всех сторон. И даже со стороны центральной площади, которую так старательно в этом году приводят в порядок. В мэрии говорят, убираться там не обязаны. Мусор по возможности вывозит подрядчик, который занимается содержанием уличной дорожной сети. Приходится убирать дорожника, потому что люди торгуют, бросают все, и у полков, и ящики, и коробки. Там не должно образовываться этот мусор. Люди торгуют, так же, и иногда это стихийный. Приходится убирать дорожника. Это не то, что они должны это делать. После звонка нашей информационной службы все мешки с мусором, которые были выставлены вдоль дороги на перекрестке Урицкого-Ленина, убрали. А вот горы ящиков и коробок, которые используют в качестве прилавка торговцы, остались лежать недронутыми. Картина мало изменилась.